Привет, друзья, и я рад приветствовать вас на канале Вот как книга была лайка, а меня зовут Игорь. И сегодня мы с вами поговорим про новые книги, которые у меня появились в библиотеке в последнее время. И начнем мы с вами, давайте, наверное, с отечественных авторов. У меня за последнее время, может, появилось их чуть больше, но я решил вам показать вот эти четыре книги. Прежде всего, это у нас «Изнанка» Инги Кузнецовой и «Адвент» Ксении Букша. Почему эти две книги в начале и почему они вместе, собственно, потому что это два автора, это две книги, которые номинированы на премию «Нацбест» в этом году. И я решил, что хочу с некоторыми произведениями из длинного списка номинантов познакомиться. И вот эти две книги туда входят, и я решил, что хочу их прочитать. Но если Ксению Букшу, я с ней знакомился уже, я читал у нее другие книги. Это роман Чуров и Чурбанов, и сборник рассказов открывается внутрь. И, кстати, у меня на канале, по-моему, есть видео про них, я вам рассказывал уже. И мне, в принципе, нравится, как пишет Ксения Букша, и мне нравится ее герой, и те, про кого она пишет. То вот с Ингой Кузнецовой я про нее совершенно ничего не знаю. И при этом описание книги немножко странное и немножко смущающее. Потому что здесь пишут, что эта книга от лица коронавируса. Очень актуалочка такая, конечно. Но, не знаю, я попробую ее почитать. Но, опять же, есть опасения, потому что немного такие темы, они могут легко скатиться в какой-то бред и безумие. Я надеюсь, что здесь такого не будет, и все-таки будет интересно. Что касается романа «Адвент» Ксении Букша, то здесь у нас задумка в том, что все мы с вами знаем про существование вот этих адвент-календарей. Где есть вот эти окошки, там открываешь какие-то сюрпризики, подарки, как правило, никому не нужны особо. Но здесь у нас такая же история, и роман точно так же построен, только внутри этих ячеек у нас, вместо каких-то подарок, жвачек и резинок, у нас здесь люди и их истории. Насколько я могу судить по аннотации. И это будет интересно прочитать. И, опять же, повторюсь, мне нравятся те, про кого она пишет, и то, как она пишет. Поэтому с романом Ксении Букша обязательно хочу знакомиться. Также еще у моего любимого автора Андрея Аствацатурова вышла новая книга «Скунс камера». И, естественно, я не могу пройти мимо этой книги, и мне обязательно нужно ее прочитать. И, знаете, с Аствацатуровым такая проблема, что нет возможности нормально описать про что его книги. Составить какие-то аннотации, как-то в нескольких словах рассказать про его творчество, про его романы. И, причем, знаете, мне кажется, у издателей возникли такие же сложности, потому что вместо аннотации здесь есть вот цитата Сергея Шаргунова, например, про его впечатления от этого романа. И про что книги Андрея Аствацатурова? Про его жизнь, про жизнь людей в целом, про какие-то проблемы, про иронию над этими проблемами, и все в этом духе. Поэтому я сейчас даже не буду браться рассказывать про что здесь, но в любом случае, если вдруг вы уже знакомились с романами Андрея Аствацатурова, то обязательно обратите внимание на эту его новинку. А если вдруг вы еще не знакомились с Андреем Аствацатуровым и его книгами, то я бы, наверное, советовал вам начать с книги «Люди в голом». И «Люди в голом» это у нас про детство, и вот это вообще «Люди в голом» означает, что это вот как раз детство, когда человек еще без каких-то вот этих вот одежек, без всех вот этих страхов, каких-то там стереотипов и прочего, и прочего. И «Люди в голом», наверное, мне понравилось на данный момент больше всего. Ну вот еще почитаем скунскамеру и посмотрим, как у меня сложится с этой книгой. И четвертая книга нашего отечественного автора, которую я купил в последнее время, это у нас Валентина Назарова «Девушка с плеером». Про Валентину Назарова мы тоже здесь с вами уже говорили, но правда, по-моему, как-то вскользь. Я читал у нее «Обряд», мне он понравился, и еще я у нее купил книгу «Когда тебя нет» или «Где тебя нет». В общем, не совсем помню сейчас название, но я ее еще не читал, собираюсь прочитать. И я решил, что как раз уже вот еще третья книга у автора есть в свободной продаже. Думаю, надо взять, и как раз уже, чтобы все три книги у меня были прочитаны. И я как раз вот себе купил «Девушку с плеером». Кстати, она, по-моему, еще на Азоне была с какими-то бешенными скидками, и как-то очень дешево мне обошлась. И что касается сюжета, у нас здесь будет главная героиня, и у нее пропала сестра. Причем сестра пропала в Англии, а наша героиня с отцом живет в России. И она отправится в Англию на поиски своей сестры. Но проблема в том, что с момента исчезновения прошло достаточно много времени, там около 8 лет или какой-то такой период. И, естественно, концов уже наверняка не найти, и есть сложности с тем, чтобы найти каких-то свидетелей, чтобы кто-то ее видел. И вот все вот эти проблемы, я думаю, с ними будет сталкиваться наша главная героиня. И, кроме того, судя по этому названию даже «Девушка с плеером», у нас важным элементом этой книги будет музыка. И я пока не совсем понимаю, как история с музыкой будет обыграна, либо это будет просто как такой приятный бонус, как дополнение, как такой элемент атмосферности к этой истории. Либо же в музыке действительно будет таиться какая-то отгадка, и как-то нам это поможет разгадать тайну исчезновения этой сестры. Ну, почитаем, посмотрим. Ну, я думаю, что я в ближайшее время как раз возьмусь за эту книгу, и мы уже с вами выясним и тайну исчезновения, и тему с этой музыкой. Дальше мы с вами уже перейдем на почву зарубежных авторов. Итак, первая книга Сьюзен Хинтон «Прощай, золотой лев». Я у Сьюзен Хинтон читал два других романа. Первый роман-то «Изгой», и второй-то «Бойцовые рыбки». Мне очень нравятся эти романы, мне нравится, как пишет Сьюзен Хинтон, и поэтому, когда вот вышла новая ее книга, я, естественно, не смог пройти мимо. И, судя по аннотации, у нас здесь будет что-то в духе Сьюзен Хинтон и в духе ее вот предыдущих этих романов. И у нас здесь будет тоже Америка 60-х годов, бедный слой населения, вот эти бедные районы, трущобы, мальчики-подростки с плохим воспитанием, с отсутствием воспитания, с отсутствием каких-то моральных ориентиров и прочие такие моменты. И если вдруг вы читали «Изгой и бойцовые рыбки», то вы примерно понимаете, про что пишет Сьюзен Хинтон, и я так понимаю, что эта тема и будет продолжаться еще и в этой книге. Кстати, я еще видел статью про то, что есть пересечения между книгами Сьюзен Хинтон, но пересечения не какие-то строгие, а такие, знаете, как пасхалки между ее книгами. То есть, например, здесь у нас будет встречаться персонаж из «Бойцовых рыбок», по-моему. Ну, какие-то такие мимолетные, знаете, которые заметны только тем, кто читал ее творчество, но в целом они на восприятии истории никак не сказываются. И если вдруг вы еще не читали Сьюзен Хинтон, то обязательно обратите на нее внимание, особенно на роман «Изгой». Вот «Изгой» мне прям очень сильно понравился, и вот с этой книги как раз у меня и началась любовь к этому автору. И если вам понравятся «Изгой», если они вам зайдут, тогда уже беритесь за «Бойцовые рыбки», потому что, ну, как по мне, «Бойцовые рыбки» немножко послабее вышли, чем «Изгой». Кстати, а давайте я вам сейчас еще и покажу «Изгой» и «Бойцовые рыбки», чтобы вы еще как-то визуально представляли себе эти книги. Вот, благо они у меня рядышком стояли, мне не пришлось далеко идти. Вот так выглядят у нас «Изгой», а так вот «Бойцовые рыбки». Ну, кстати, вот мне тоже нравится очень издание, оформление этих книг. И, кстати, вот «Прощай, золотой лев», она самая малюсенькая по объему. Здесь просто шрифт огромный, и это даже у нас, наверное, не роман, а больше как повесть какая-то должна идти, судя по объему. Ну, в общем, обязательно хочу в ближайшее время познакомиться, ну и к тому же маленький объем не займет много времени, это знакомство. Но еще раз напоминаю, на «Изгой» обязательно обратите внимание, если вдруг еще до сих пор не читали ее. Дальше у нас с вами Саманта Швеблин и ее две книги. Во-первых, это «Кентуки», а во-вторых, «Дистанция спасения». «Кентуки» это прям новинка-новинка, она у нас только вышла. И у нас здесь, я так понимаю, что-то в духе черного зеркала, что-то в духе Джона Марса. И у нас здесь «Кентуки» это не штат в Америке. Это у нас название игрушки плюшевой, в которой вместо глаз у нее встроены камеры. И то есть, таким образом люди специально покупают эту игрушку, чтобы круглосуточно стримить, круглосуточно показывать свою жизнь в сети интернет. И чтобы за ними постоянно следили. И причем вот эти «Кентуки» игрушки, они набирают популярность, и их все больше и больше людей покупают. Но кроме того, что они вот выполняют функцию камеры, я так понимаю, что у этих игрушек еще как-то заложен характер. И причем этот характер не всегда какой-то там удачный, они бывают капризные, бывают всякие. И вот как раз теме этих игрушек и теме стремления людей демонстрировать свою жизнь в интернете, и стремлению подглядывать за этой жизнью в интернете, я так понимаю, будет посвящен этот роман. Но вообще мне интересно, и вот все вот эти темы, связанные с цифровизацией жизни, с постоянным внедрением каких-то различных технологий в нашу жизнь, и то, как она меняется, это интересно, и за этим интересно наблюдать, это интересно считать. И поэтому, естественно, мимо этого романа я пройти никак не смог. А «Дистанцию спасения» я взял, что называется, на сдачу. Потому что я как-то не собирался читать эту книгу, я про нее даже, по-моему, не слышал особо. Но вот «Дистанция спасения» у нас, кстати, давно она вышла, но как-то прошла мимо меня совершенно. Но тут из-за того, что я взял кентук, я смотрю, у автора есть еще и вот эта книга. Думаю, ну, возьму, прочитаю. Что касается сюжета, вот «Дистанция спасения» у нас здесь главная героиня. Она, я так понимаю, переезжает в какую-то маленькую деревню, и что-то с ней там случаются. Какие-то потусторонние силы или непотусторонние силы. В общем, что-то с ней там будет какая-то чертовщина происходить. Ну, кстати, книга тоже совершенно малюсенькая. А, и, кстати, еще пишут, что эта книга, я так понимаю, попадала в список номинантов на Букеровскую премию. Так что тоже стоит познакомиться. Но я думаю, что как раз вот эти две книги автора вместе залпом прочитаю, и мы с вами про них уже поговорим. Дальше у нас с вами книга «Максим Мэй Фан Чан. Восьмая личность». И это у нас история про множественные личности. А прежде всего, меня привлекло здесь, конечно, внизу вот это описание. Красивая, травмированная, деструктивная. Ну, про нас с вами, собственно. И что касается сюжета, у нас здесь как раз вот и есть главная героиня Алекс с ее множественными личностями. И у нее есть подруга. И я так понимаю, что эта подруга попадает в беду, и то ли ее возьмут в заложники, то ли что-то еще. Но в конечном итоге нашей Алекс придется поспешить на помощь, на выручку этой своей подруге. Но проблема в том, что Алекс, чтобы спасти свою подругу, ей придется бороться с каким-то мафией или с картелем. Да, лондонской мафией. И, естественно, единственное оружие, которое есть у нашей главной героини, это ее множественные личности. И вот при помощи них она будет бороться и уничтожать мафию, и спасать свою подругу. Не знаю пока, что из этого здесь получится, конечно. И я как-то не особо много встречал отзывы на эту книгу. Кстати, по-моему, я вообще не встречал отзывы на эту книгу. Поэтому я пока даже не предполагаю, что мне стоит ждать от этой истории. Но я надеюсь, что она мне понравится. И вот это твои личности, твое самое опасное оружие, обращенное против тебя. Ну, посмотрим, почитаем. Надеюсь, понравится. Следующая книга, от которой я пока тоже не знаю, что ожидать. И отзывы на которую я тоже, по-моему, еще не встречал. И это у нас «Привет викинге» Хелен Рассел. И у нас здесь главная героиня, которая, знаете, такая городская кошечка. И, в общем, она живет, пользуется всеми благами цивилизации, даже особо не замечая и не акцентируя на этом внимания. У нее есть семья, я так понимаю, вроде все хорошо, и она успешный дантист. Но в какой-то момент у нее на работе случаются проблемы, и она решает, что ей нужен тайм-аут. Ей нужен какой-то отдых. И наша главная героиня поручает найти какой-то отпуск, путевку своей сестре. И ее сестра отправляет ее в какую-то датскую глушь, в датскую деревеньку, в очень странный лагерь. А фишка этого лагеря в том, что там люди представляют, что они викинги. И, естественно, ничем они не пользуются, телефоны отбирают, все отбирают. Не мыться, не бриться, ничего нельзя в этом лагере. Очень такое увлекательное путешествие. И вот нашей главной героине необходимо выжить в этом мире, понять, викинг она или не викинг. И все в этом духе. Не знаю, я вообще рассчитываю на то, что это будет какое-то такое веселое комедийное чтение. Мне хотелось бы чего-то такого. Но по итогу, что я получу, это пока загадка. Это у нас похищенная Эйприл Хенри. А здесь у нас, судя по названию, мы уже с вами понимаем прекрасно, что у нас произойдет похищение. Нашу главную героиню подхитит какой-то мужчина. Причем, на самом деле, у него не было цели похитить. Он просто хотел угнать машину, но он не заметил, что там сидит эта девочка. И, естественно, ему надо как-то выкручиваться из этой ситуации. И тут он понимает, что за похищение и за выкуп можно потребовать деньги. И вот как раз он начинает шантажировать. И дальше у нас здесь написано, что спасение жертвы в руках самой жертвы. Но есть единственная проблема в том, что наша жертва, наша главная похищенная героиня, она слепая. И как здесь спастись, совершенно непонятно. И вот как раз за счет вот этого меня и привлекла эта книга. И мне захотелось прочитать, как же это все-таки будет. И еще я взял себе книгу Андреаса Грубера «Смерть с уведомлением». А про эту книгу я даже как-то не думал и не собирался ее ни читать, ни покупать. Но мне в Инстаграме подписчик написал про то, что ему очень сильно понравилась эта история. И про то, что мне обязательно нужно обратить на нее внимание, мне обязательно нужно ее прочитать. И я полез читать, знакомиться с аннотациями. И это у нас цикл, это первая книга из цикла, насколько я понимаю. И что-то по аннотации меня завлекло, и думаю, а почему бы и нет. Ну, конечно, потом возникла вторая сложность. То, что это у нас издательство «Центр Полиграф», по-моему оно называется. И почему-то книги там стоят просто как слитки золота. И в итоге эта книга обошлась что-то типа за 700 рублей. Ну, объем на 700 рублей как-то не особо тянет. Но в любом случае, надеюсь, хотя бы с одержанием она меня порадует. И у нас здесь есть маньяк, который похищает жертв своих. И, я так понимаю, то ли он какую-то записку отправляет. Ну, в общем, сообщает, что если вы догадаетесь, почему я похитил этого человека, то этот человек останется жив. Если же вы не догадаетесь, то он погибнет. И, естественно, он здесь у нас еще применяет всяческие пытки, какие-то всевозможные и все что угодно он делает со своими жертвами. И самое главное, эта фишка в чем? Что эти пытки, я так понимаю, вдохновлены сборниками сказок. И, видимо, какие-то сказочные пытки нас здесь ожидают. Ну, в общем, посмотрим, что нам ждать от этой книги. Пока не знаю. Надеюсь, понравится. И потому что иначе мне будет жалко денег. Хотя, знаете, такая ситуация тоже. Мне будет жалко денег, если мне не понравится. Но если мне понравится, мне будет еще жаль, чем моих денег. Потому что там, по-моему, сейчас 4 книги в этом цикле. И каждый там по 700, по 600 рублей. Это сколько надо выложить, конечно, будет. Я даже не знаю, хочу, чтобы мне понравилась эта книга или не хочу. И мы стремимся к завершению. Получается, кстати, такой достаточно быстрый, динамичный, короткий ролик. Я прям не ожидал такого. А, в общем, осталось у нас всего 3 книги. Первая книга это Джош Малерман Мелори. Джош Малерман нам известен по книге Птичий короб. И когда я увидел эту книгу, думаю, ну, почему бы не почитать еще что-то у автора. К тому же Птичий короб мне понравилась. Мне понравилась она даже больше, чем экранизация. И я ее купил. И вот сейчас я готовился к ролику. Взял Птичий короб. И думаю, да, я посмотрю, значит, освежу в память какие-то там имена, еще что-то. И у нас здесь на обложке написано, что у нас главная героиня Мелани. А здесь у нас Мелори. Думаю, как странно. Типа, а что с фантазией происходит? Что с фантазией на имена у нас такое? И я, значит, открываю Птичий короб. И у нас здесь главная героиня Мелори. То есть у нас, по сути, здесь в аннотации на обложке Птичьего короба есть ошибка в имени главной героини. И у нас в Птичьем коробе главную героиню зовут Мелори. И здесь у нас Мелори. И тут я понимаю, что что-то не то. И выясняется, что Мелори это продолжение Птичьего короба. И тут просто что-то невероятное какое-то произошло. Азарин думает, что? Как так получилось? Ну, в общем, в любом случае, если вдруг вы читали Птичий короб, то знайте, Мелори это продолжение Птичьего короба. И у нас здесь события происходят спустя 12 лет после события этой книги. И я так понимаю, что ключевая проблема, помимо того, что вот всего этого постапокалиптичного мира, всех этих непонятных существ, у нас же здесь еще вот эти дети, которых спасала наша главная героиня в первой книге, они же выросли. А они выросли, получается, в этом новом мире. И их нужно как-то защитить, нужно как-то объяснить. А все равно у них какая-то жажда знаний, жажда путешествий, еще все такое просыпается. И я так понимаю, что ключевая проблема будет здесь как раз вот в устаканивании этих детей. Ну, судя по аннотации, опять же. А так посмотрим, что будет. Но я не ожидал, что это продолжение. Я почему-то вот прям пропустил эту тему. Ну и опять же, меня смутило то, что у нас все-таки на Птичьем коробе здесь ошибка в аннотации. Как так можно? Дальше у нас Кэролайн Кэпнес и ее проведение. Здесь тоже не обошлось без казуса. Я почему-то, опять же, невнимательно читал все это. И я почему-то думал, что это у нас продолжение книг «Ты и новая ты». А я «Ты и новая ты» я не читал, я смотрел сериалы. Мне сериалы, кстати, нравятся. И я думаю, ну что же, прежде чем читать проведение, нужно прочитать те две книги. И я начал читать «Ты», я ее даже прочитал. И тут я, значит, сел что-то смотреть про эту книгу, читать ее аннотацию, наконец-то. И я же читаю аннотации, когда уже купил, когда дома, а не когда только покупаю. И оказывается, что эта книга никак с ними не связана. То есть, получается, я впустую прочитал «Ты». Ну ладно, но в любом случае надо было прочитать, потому что она у меня куплена миллион лет назад была. Но в любом случае проведение это никак не связано с теми двумя книгами. Продолжение «Ты и новая ты» третья часть у них выйдет когда-то. Я так понимаю, на английском она, наверное, выйдет в этом году. А может быть, у нас успеют к этому году издать продолжение «Ты» или у нас в следующем. Оно уже появится, непонятно. Ну, в общем, в любом случае третья часть того цикла у нас будет. А здесь у нас совершенно другая история. И у нас здесь есть два главных героя – Хлоя и Джон. Они, я так понимаю, влюблены, у них все хорошо. Но Джон в какой-то момент пропадает. И спустя время он снова возвращается, как ни в чем не бывало. А что случилось? А непонятно, что случилось. Его держали в какой-то искусственной коме или что-то такое. И из него делали какого-то странного человека. Какие-то странные привычки ему прививали. И, в общем, Джон вышел непонятно кем. И непонятно с какими привычками. И непонятно, что с ним вообще все. В общем, все здесь непонятно. Вот такое описание книги. Просто мастер рассказывать. В общем, на самом деле, я пока тоже слабо себе представляю, что нас ждет в этой истории. И что у нас здесь будет. И что с этим Джоном случилось. Ну, в общем, надеюсь, прочитаю. Вам расскажу. И мы с вами вместе узнаем, что же случилось с этим Джоном. Что там была за кома. И что за привычки ему там прививали. И последняя книга в этом видео у нас будет с вами. Джо Хилл «Пожарный». Уберу манжетку эту. Итак, что у нас здесь по сюжету? По сюжету у нас здесь эпидемия. Кстати, должен сразу сказать, что с Джо Хиллом я пока еще не знаком. Я у него не читал ничего. Это будет моя первая книга, с которой я вот познакомлюсь. И что касается сюжета, у нас здесь эпидемия. И причем совершенно непонятный какой-то грибок загадочный. Он поражает человека. И он какими-то черно-золотыми пятнами на теле отражается. И это вроде бы даже красиво. Но с другой стороны, в любой момент эти пятна воспламеняются. И человек сгорает заживо. И никто не знает, что с этим делать. Лекарства никакого нет. Здесь появляется только какая-то кучка добровольцев, которые пытаются бороться с этим вирусом, уничтожая жертву. Сами их там сжигают. У нас здесь появляется непонятный какой-то чувак. И он заражен. На нем есть все вот эти пятна. Но он может контролировать вот это появление огня. И он встает на защиту заболевших. И что-то вот в этом духе. И пока непонятно, что это за человек. Кто он такой. И есть подозрение у меня, что возможно с него все и началось. Ну, ладно. Это пока только какие-то домыслы мои. Посмотрим. В любом случае, надеюсь, в ближайшее время я познакомлюсь с этой историей. И вам расскажу и поделюсь своими впечатлениями. Ну что, друзья, на этом все. Будем с вами прощаться. Если вдруг вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. И до новых встреч и до новых видео. Пока.